Дефицит средств, нехватка авторов – неясно. Но дети Кыргызстана сегодня вынуждены обучаться по старым изношенным пособиям. Если же по стране насчитывается свыше двух тысяч общеобразовательных учреждений, то почти во всех из них имеются проблемы с нехваткой учебного материала. Хотя в министерстве говорят, что дети обеспечены на 86% учебниками. В столице ситуация легче. Здесь родители добирают школьную библиотеку. Однако в русских классах пробелы все же имеются. На сегодняшний день, конечно, не хватает учебников для школ с русским языком обучения. Именно для того, чтобы восполнить этот пробел, министерство готовит свои национальные учебники. И в этом году все школы, независимо от языка обучения, получат учебники 5-6 классов. И в дальнейшем мы работаем над этой проблемой. И с 7 по 11 классы также будут проводиться конкурсы. В отдаленных районах трудности есть. Но изданием новых учебных пособий, так скажем, класса «Люкс» профильное министерство вроде как устраняет пробелы. 33 наименования новых книг дети на руки получат уже в новом учебном году. Но пока счастье коснулось только 5-6 классов. Зато книги местного издания охватят всю республику. Апробацию в школах они уже прошли. Финансирование было извне. Госбюджета не коснулось. Но родители не в восторге. Учебный материал сложный. Порой не то чтобы дети, но сами родители затрудняются в решениях. Новые книги, конечно, не могут не радовать нас, родителей. Но, если честно, содержание чуть дается детям сложнее. К примеру, моя внучка учится в третьем классе. Есть и свои дети-дошкольники. Вот, к примеру, если взять книгу по математике, то задания поставлены неверно. Потому и решение дается труднее. Даже взрослым не понять. Если честно, я против отечественных авторов. Мама трехшкольница, а в прошлом педагог по физике, в принципе, поддерживает все инициативы министерства. Касаемо арендной платы за учебники. Но вот если они будут грамотно и доступно написаны, как это было в советское время, когда образованию уделялось особое внимание. Книги русского издания более-менее доступны для нас. К примеру, по моему предмету, а я в прошлом преподавала физику. Претензий к новым изданиям много. Было бы как раньше, ведь все мы обучались по тем учебникам. И нормально. А сейчас одни обучаются по новым, другие по старым. А третьей вовсе не хватает книг. Все эти проблемы сегодня обсуждались на круглом столе. Участвовали родители администрации школ, представители министерства образования и науки, а также члены ОНС. По словам последних, с первого по шестой классы книги и вовсе не обновлялись. А в новых изданиях вызывает сомнение само изложение и содержание. Информация предоставляется не та, которая нужна ребенку. Особенно это я заметил по общеобразовательным предметам, как поэтика, этика, общественная жизнь, деятельность. Что касается специализированных учебников, у нас данные учебники содержат еще старую информацию, обновленных еще нет учебников. Поэтому у нас действительно проблема большая. Также он добавил, что отечественные школы используют российские учебники. И в случае их нехватки Кыргызстан не имеет права их тиражировать. Это не позволяет закон об авторском праве. Но министерство намерено искоренить пробелы и прибегать к труду отечественных авторов. Но на это требуется средство. Нехватка, кстати, наблюдается и в учебниках по кыргызскому языку. Елизавета Балбакова, Колыбек Абдамамытов, НИУ-ТВ.